Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать еще одного сверхдолгожителя, пожалуй, самого известного и самого старого долгоживущего сверхдолгожителя, по крайней мере, СССР. Это Шарали Муслимов. Он прожил 168 лет. И это тоже доподлинно известно. Кстати, известно и чем, и как он питался. И здесь я как раз в конце вам об этом тоже расскажу. Это будет интересно, особенно моим старым постоянным зрителям. Обратите внимание на его физическую форму в 158 лет. Будут кадры, когда кинохроника запечатлела его, ну, что называется, незадолго до его смерти, когда ему было 168 лет. Конечно, за последние 10 лет он сильно сдал, но, тем не менее, сам ходил, себя обслуживал, что называется, не был лежачим. Ну и, конечно же, есть причины на ухудшение его состояния физической формы, внешнего состояния за последние годы. Итак, Шарали Муслимов родился в 1805 году. Он современник Пушкина, действительно. И он умер в 1973 году. Есть кинохроники 50-х, 60-х годов и даже вплоть до 73-го года. Их вы сейчас тоже увидите, самые главные из них, а я прокомментирую. Расскажу вам в завершении обобщающие факты. Ну и сейчас давайте начнем просмотр. В деревне Борзаву, высоко в горах, живет старейший житель Азербайджана Шарали Муслимов. Ему 158 лет. Он был современником Пушкина и Лермонтова. Во время Октябрьской революции Шарали перевалило заст. Он одним из первых вступил в колхоз, созданный горцами Лирикского района. И теперь товарищи по труду пришли на чествование почетного колхозника. Большая семья у Шарали Муслимова. В его роду 150 человек. Всю жизнь он связан с землей. И сейчас любит иногда поработать в саду вместе с проправнуками. В прошлом моем видео о сверхдолгожителях, а именно о Махмуте и Вазове, я рассказывал много интересного. И самое интересное то, что эти люди, все самые известные сверхдолгожители, по крайней мере, большая из них часть, родилась именно в Лирикском районе Азербайджана. Буквально на пятачке небольшом, где были созданы уникальные природные, ну, скажем таки, благоприятные условия для долгой и качественной жизни людей. Еще, кстати, многих история не сохранила в памяти. А народ, да, и 130, и 140, и 150 лет была норма жизни в этих местах, как когда-то, я подчеркиваю, не сейчас, опять-таки, а когда-то, племя Хунзи в Пакистане, да, тоже была продолжительность жизни примерно в среднем 150 лет, как, кстати, была и во многих частях других мира, но не во всех, а именно там, где есть определенные физико-химические свойства воды, а не только ее хрустальная частота, мягкость и другие важные параметры тоже нужно учитывать. Так вот, прекрасный, чистый, заряженный отрицательными аэроионами в больших количествах воздух, не только химически чистый, но и определенными свойствами также обладающий, да, в горах на определенной высоте, как раз вот в этих пределах, где центры сверхдолгожителей, всегда немного разряженный воздух, всегда гуще кровеносная система для обеспечения кислородом всех органов и тканей. И много-много других совершенно объективных факторов. Например, такие, как вот эта вся долина, про которую мы сейчас говорим, окружена горами такого состава, что ветер, переносящий, разрушающий горные породы, и вот эту горную пыль в виде минералов, осаждающих долинах, напоимых рек. И вот эти ценные минералы, которых в должном, в нужном количестве, их достаточно. На данных почвах, сформированных в том числе вот этими лесовыми переносами, отложениями горных пород, они богаты всеми микро- и макроэлементами, которые, в свою очередь, вбирают в себя растения, которые в пищу и потребляют эти люди. И дефицит питательных веществ, а в первую очередь микроэлементов, обязательно провоцирует определенные болезни и проблемы в перспективе, в связи с постоянным недостатком этих элементов. А у этих людей не было этого недостатка. Практически, можно сказать, не было. И потому это важнейший фактор, который увеличивал, среди равных прочих факторов, продолжительность их жизни. К нашему знакомому Ширалиму Свимову приехала группа его друзей-пограничников со специальным заданием – получить ему значок почетного пограничника. Что ж, мы с вами знаем, этот горный орел в свои 160 лет еще крепко держит в руках рулье. Награда вполне заслуженная. Субтитры создавал DimaTorzok Подумать только, Ширалиму Свимов был уже таким 10-летним пареньком 150 лет назад. Ширалим Свимов родился 26 марта 1805 года, а умер 2 сентября 1973 года. Кстати, его отец прожил 110 лет, а мать – 90. Его третья и последняя супруга умерла в возрасте 104 лет, пережив мужа на 15 лет. Зато сейчас жива его дочь, которой уже более 104 лет. Когда Ширалиму Свимов вступил в третий свой брак, ему было 136 лет, а супруга его моложе была на 79 лет. Ей тогда было 50 лет. И, кстати, у них появилась дочь. Да-да, та самая, о которой сейчас тоже я расскажу. В советское время был снят документальный фильм «Ширали спускается с гор». Некоторые ссылочки мы обязательно дадим под этим видео. Посмотрите их. В селе Барзаву дорогу, что ведет в горы, называют тропой «Ширали». Ее проложил самый старый человек планеты, современник Пушкина и Наполеона, Бетховена и Дарвина, и наш современник. Нет, пожалуй, на свете другого человека с таким трудовым стажем. Полтора века он обживает землю, делает уютней, богаче свой горный край. Сегодня Ширали Мюслимову исполняется 167 лет. В день рождения можно и сфотографироваться. Только подожди, внучок, приведу себя в порядок. Родился Ширали в селе Барзаву. Это в Талышских горах. Было когда-то там Талышское ханство до 1828 года, когда к России Азербайджан присоединился. По национальности Ширали Мюслимов тоже Талыш, как и Махмута Ивазов, о котором я снимал уже видео. Обязательно посмотрите, если кто не смотрел. Район находится на самой границе с Ираном. Собственно говоря, вот только действительно подумать можно, что он мог в 1824 году, когда им было 19 лет, встречаться, по крайней мере, видеть Александра Сергеевича Пушкина, который тогда по Кавказу пробирался в армию Паскевича Ириванского, который сражался в русско-персидской войне тех лет, мог встречаться и с Лермонтовым позже. Но это только предположение, поскольку этот человек никогда, почти никогда не покидал родных ему горы, долин. Собственно, кстати, это тоже один из важнейших факторов долгой жизни, где родился, там и пригодился. Всегда сверхдолгожители жили на своей родной земле. Вот это вот очень важный момент, который влияет на долголетие человека. Когда родился Муслимов, его дату рождения записали на глиняном горшке, так тогда делали, и по обычаю такие горшки, на которых писали имя ребенка, год его рождения, закапывали в землю. В течение всей своей жизни Ширали Муслимов не употреблял спиртного, естественно, это и понятно, никогда не курил. А что же он ел? А теперь я вам расскажу, потому что доподлинно это известно. Более того, известно, как и при каких обстоятельствах он умер, мне об этом написал мой один зритель, который проживал там и знал это доподлинно. Это будет в самом конце. Ждите обязательно. Он ел, естественно, только местные продукты, и никаких магазинных продуктов он не ел. Так ел он мед с горных пасек, ел он фрукты и овощи, ел он их много, пил воду из местных родников, из определенного родника, специальные травяные чаи в последние годы жизни делал. Он ел сыр, но только мягкий, а в мягких сырах меньше казино, чем твердых, и в небольших количествах. И он не ел, внимание, мясо, он не ел. Поэтому, если не брать в пример то, что он ел сыр, то он был, в общем-то, вегетарианцем, но поскольку убойной продукции не ел, то можно его таковым назвать. Короче говоря, главное понять, и поскольку меня будут об этом спрашивать, я сразу скажу, он доподлинно известно мясо не ел. А что, вы удивлены тому, что он мясо не ел? Так не надо удивляться. Многие жители и представители многих народов Кавказа, отдельно взятые люди, и многие, большинство из них, вопреки вере вашей, то есть большинство людей в то, что жители Кавказа народа ели мясо три раза в день, по многу и так далее, они не ели, либо вообще, либо очень редко ели мясо. А фильмы, ну что же, художественные фильмы, это, конечно, хорошо, по которым вы судите о них, но это не всегда жизнь, и об этом мне очень многие люди, именно сами представители разных народов Кавказа, писали об этом, что вы правы абсолютно, ели действительно, особенно долгожители, мясо мало и редко, или вовсе не ели. И вот вам один конкретный пример про очень редкого уже, для наших дней, а он умер недавно, относительно недавно, про одного из последних долгожителей, а вернее, правильно сказать, долгодоживателей, который более половины своей жизни, с времен Великой Отечественной войны, вообще не ел мясо, то есть, нисколько, вовсе не ел. И таких примеров очень много, просто мало на телевидении, или в кинохрониках, об этом рассказывается, по понятным вполне, по крайней мере, мне причинам. О Магомеде Лобазанове в Дагестане шутят, по нему хоть историю пиши, Россия царская, революция, две мировые войны, период перестройки, и вот теперь он уже в 21 веке. Он родился 1 мая 1890 года. Магомед Лобазанов никогда не курил и не пил, с детских лет работал физически. У него есть внуки и много прапраправнуков. А еще у долгожителя свое очень скромное по нынешним меркам питание. Фрукты, отварные овощи и кукурузные лепешки. В тяжелое время они заменили ему мясо, а потом он от него и вовсе отказался. Идем дальше с вами. Он был пастухом, как и многие в тех горах, и очень многие среди сверхдолгожителей были пастухами. И почему же они долго жили? Ну, во-первых, потому что вели здоровый образ жизни, росли в экологической чистой среде, а также они очень много трудились, рано вставали, но рано и ложились. Они очень много ходили, десятки километров в день, до 30 километров и более. И так каждый день, изо дня в день, из года в год, круглый год. Ну и, конечно же, как и сам долгожитель считал результатами, вернее, следствиями своей долгой жизни, свой физический труд, в том числе. Он говорил, работать надо всегда, праздность порождает лень, а лень порождает смерть. Это его слова. С молодым задором трудится долгожитель планеты, 168-летний гражданин Советского Союза, Ширали Муслимах и его сверстники Патриархи, которых только в Лирикском районе Азербайджана. 214. По числу долгожителей республика наша удерживает одно из первых мест в мире. Почти все они живут в горах, где прозрачен и звонок воздух и, кажется, до звезд рукой подать. Да, дорогие друзья, были когда-то долгожители в России, их было очень много, у меня несколько видео на эту тему, и долголетие на Руси, и причины долгой жизни и так далее. Вы посмотрите, кстати, на моем канале в Ютубе в плейлисте «Долголетие и долгожители» вот все эти видео, потому что в них огромная информация скоплена. И, кстати, между прочим, даже Карамзин тот самый, который написал историю государства российского, был масоном, но даже представить не мог, что когда-то его строки будут удивительны. Возможно, он это бы даже не писал, если бы знал о том. Потому что для того времени, когда он создавал ту же историю государства, он прекрасно понимал, что все это люди знают. Так вот, он писал, что наши предки, русские люди, для них столетний возраст был настолько обычным, что у славян столетие называлось веком, то есть жизнью человеческую. Так вот, и не редки были люди, в каждой деревне были, кому было за 110, за 120 лет. Тот же дед Ивана Поддубного, один из дедов, прожил 120 лет, а один из дедов, известного скульптора Каненкова, 110 лет. Да, собственно говоря, можно прочесть и в книге Гранина, того же, который недавно умер в 98, о генетике, который был из дворянской семьи и приезжая до революции к отцу в имении, видел живых участников Бородинского сражения, кому было тогда за 125, за 130 лет. И это было буквально в одной-двух деревнях, то есть буквально на пятачке. Это сейчас нам говорят, что вот, мол, медицины и прочие прелести, благо, и продолжительность жизни увеличивается. Вы что, неужели действительно есть еще среди вас такие люди, которые действительно с этим, вернее, не согласны? Чтобы быть согласным, нужно знать, а вы не знаете, вы верите в это. Потому что вы что, не видите, что на каждом шагу, что вот рак молодеет, сердечно-сосудистый, мы уже в 30 лет умираем от инсультов, инфарктов, что раньше такого, конечно же, не было. И от онкологии, дети уже 8-летние, и даже груднички болеют разными формами рака. Вы очнитесь, в каком мире вы живете? Вы что думаете, айфон вам дал вечную жизнь или иллюзию о том, что все проблемы будут решены благами цивилизации, развитием научно-технического прогресса? Да вы фантасты, только вот эта ваша надуманная иллюзия, фантастика, уж точно на руку вам не сыграет. Очнитесь, пока не поздно. Повернитесь лицом, а не задницей, к природе. Иначе ничего не получится, никакие надежды ваши на долгую и безболезненную жизнь не оправдаются в наше время. Но это просто факт. К сожалению, вот эти все в последние годы на волне его популярности, а уже в 1955 году отмечали широко 150-летие Ширали в Азербайджане, так вот, потом стали его таскать по телевидению, на центральное радио и телевидение и в Москву, перелеты, конечно, это подорвало здоровье, он бы прожил гораздо дольше, но главное не это, что явилось последней точкой. Вот от чего он умер? От старости, думаете? А что такое старость? Нет, от болезни он умер. А от какой? Ну вот дальше я вам расскажу. Кстати, он обладал великолепной памятью и мог рассказать о любом периоде, скажем, своей жизни и родного села, вплоть до вот конца персидского владычества. А это было когда? Ну, это было до 28-го года 19-го века. Он был неунывающим человеком, что очень важно и тоже продлевает жизнь. Его ведь жизни было много и радости, горе, трудных периодов, но он не вспоминал плохого. И он говорил, это его слова, что когда столько проживешь на родной земле, хочется вспоминать только хорошее, радостное. Жить радостно, это значит долго жить. Таков был его девиз по жизни. Именно в Лирикском районе находится единственный в мире музей долгожителей. Здесь хранятся и фотографии, и личные вещи. Есть свидетели, живые еще свидетели тех самых сверхдолгожителей, которых они знали и могут о них рассказать. Вот очень интересно каждому советую посетить данный музей, обязательно приехать, послушать из первых уст, что называется. До сих пор жива дочь Ширали Муслимова, Халима. Ей сейчас более 100 лет, и она хочет пережить своего отца даже. Но сейчас это сделать очень сложно. Кстати, в 91-м году, когда был основан музей, было зарегистрировано в данном районе более 200 человек, возраст которых превышал 100 лет. Сейчас их всего 11. Как вы полагаете, дорогие друзья, это просто так, это случайность? Нет, конечно же, на то есть совершенно объективные факторы. Вязать, шить, доить коровы и месить тесто ежедневной обязанности бабушки Халимы. И она справляется со всем, хотя ей уже исполнилось 104 года. Халима Гамбарова сама вырастила 11 детей, и что бы ни случилось, никогда не унывала. Здоровье мужа подорвала война. Он дважды был тяжело ранен, потерял руку и потому так рано ушел из жизни. Детей пришлось воспитывать мне. Характер и долголетие у бабушки Халимы от родителей. Ее отец, Широлей Муслимов, установил рекорд. Прожил 168 лет. Его фотографии есть в специальном музее, где собрано сведения обо всех местных старцах-рекордсменах. Жители горных регионов обычно живут долго. Когда в 1991 году создавали музей, было зарегистрировано более 200 человек. Их возраст превышал 100 лет. Сейчас их количество снизилось до 11. Музей долгожителей единственный в мире. Здесь хранятся не только фотографии, но и личные вещи. Для одних это просто экспонаты, для других, как, например, для Наги Гасановой история семьи. Мы с мамой часто приходим в музей долгожителей, когда приезжают внуки и правнуки. Она показывает всем фотографии прадедушки, даже в шутку говорит, когда здесь будут ее фотографии, пусть и внуки не забывают ее. Бабушка Нага в свои 100 лет верит, что побьет рекорд свекра. Она намерена прожить до 178 лет. У нее 92 внука, 46 правнуков и 11 праправнуков. Большинство разъехались, но она покидать родное село отказывается. Говорит, Лирик это рай для долгожителей. Здесь чистый воздух и вода. Может, поэтому в нашем роду так много долгожителей? Сегодня в Лирике больше 1500 человек, которому больше 80 лет. Жители говорят, секрет долголетия в уникальной природе. Написал мне это письмо человек один под видео о Махмута Ивазве. Буквально через 3 часа, по-моему, после публикации. Большое спасибо вам, дорогой. Он был моим односельчанином. Я тоже там родился. Я написал, здорово, рад, что вы написали и что его односельчанин. Ну, попросил написать подробнее. И мне ответил человек через 59 минут. Я родился там, мои родители переехали в Баку, а потом уже в Украину. Родился в соседнем селе в том же районе, в Лирикском. И там он пишет, жил человек Ширали Муслимов, как раз про нашего нынешнего, сегодняшнего героя. 168 лет. Умер в 73-м году. Тогда слухи были, там у них, в районе, а слухи были такие, что деда увезли в Москву, но его часто там увозили на съемки в последнее время, естественно, постоянно. Его увезли в Москву, угостили колбасой. И как вернулся из Москвы, деда Ширали не стало, потому что он никогда не ел колбасу. Это, наверное, люди шутили. Нет, конечно, не шутили. Дело в том, что, конечно же, он никогда это не ел, как, кстати, известно о том, что я уже сказал, что он никогда не ел мясо, но колбаса, естественно, имея определенную микрофлору, определенный за десятилетия долгий рацион, да, и этот продукт, действительно, его и, собственно, убил. Как мне писали уже об этом тоже люди, не раз я об этом встречал, что мучился день или два и умер. Вот, собственно, таким образом накормили его прекрасным, в кавычках, продуктом цивилизации. Ну, и пишет человек, что вы поинтересуйтесь, пожалуйста, Ширали Муслиму. Еще раз спасибо вам большое от имени семьи всего народа Азербайджана, этот аккаунт моего младшего сына, ну, и так далее, и так далее. Вот, я с радостью это письмо и зачитываю, а также вот благодарю уважаемого человека, просто там написано, ну, не имя его в ники, и поэтому не знаю, как зовут, но благодарю за вот неравнодушие, за то, что смотрит мой канал, за то, что очень важную подсказку дал. Вот это письмо я тоже хочу зачитать, оно также под видео было размещено Ириной, под видео Махмута и Вазви. Мой дед прожил 125 лет, родился он в высокогорном ауле Дагестана, а бабушке было 111, когда она умерла. Я была малой и помню, когда читала вслух историю при деде, так как он хотел послушать, чему нас учат в школе. Вот потом подымался Хай, дед орал в голос, утверждая, что то, все, что нам преподают по истории, все это ложь, и что нам мозги, ну, извините, засирают. Тогда я не догоняла, почему мой дед кипишует. Ну, вот такой, как говорится, сленг. Только спустя годы я поняла, что дед был прав на все, что говорит. Он ведь историю видел своими глазами, и представляете, каково было ему слушать подменную историю. Как же жаль, что многого я не узнала от деда. Хотя кое-что, правда, дед рассказал, и это запечатлелось у меня и у моих сестер в памяти. Вы знаете, из этого можно, во-первых, сделать действительно, во-первых, вывод такой, я очень много раз тоже об этом слышал. Действительно, почему вот так, знаете, важны не только лично для вот отдельно взятых там членов, семьи, рода, вот долгожители. Ведь это история вот прямая, та живая история, которая перед тобой. Потом они не дадут соврать, ну, своим-то уж детям, внукам, понятно, да. К сожалению, государства, многие вообще совершенно не заинтересованы в том, чтобы в здравом уме, светлой памяти, жили люди долгие годы и столетия. Потому что тогда невозможно будет подменить ни историю, ни в близкой, ни в отдаленной перспективе. Это крайне важно. Ведь это уважаемые люди. Они не врут и не врали. Эти люди могут передать информацию, свою мудрость поколениям. И молодые, новые поколения не будут тратить время, силы, как говорится, бить лоб в одно и то же место, дабы набить своих шишек, по крайней мере, во многом. Это тоже правильно. Вот эта вся преемственность, мудрость, это подлинная быль, то есть та история, собственно, которая была без изъянов, без изыманий, без искажений. Собственно, вот поэтому, конечно, всем невыгодно в плане руководящим силам, которые, по крайней мере, не в сторону светлую тянут государства и нации, чтобы люди жили долго. Это правда, абсолютно. Поэтому здесь можно совершенно и согласиться, наверное, с теми историями про Петра I, и уничтожения так называемых вот трехсотлетних, ну, это условно взято, старцев. Хотя, по косвенным признакам, несмотря на то, что я не видел никаких таких документов, что называется, воочию, но могу судить, что, наверное, да. Когда-нибудь я эту тему разовью. Обязательно мы поговорим на эту тему. Ну, а сейчас то, что более реально, то, что перед глазами, то, что есть правда. Вы знаете, сколько интересных писем вообще мне приходило, то есть это сотни тысячи писем под моими всеми видео о долгожителях. Знаете, сколько люди писали, какое количество людей, что у них в роду бабушки еще, они помнят, их дедушки жили и по 120, и 130, и 110 лет. Гигантское количество. Это сейчас таких людей уже нет. Ну, нам все говорят, и мы все верим, большинство из нас, что называется, верим, что, ну, что наоборот, стали жить дольше, и лучше, и здоровее, и так далее. Ну, я просто поражаюсь под каким же гипнозом, в какой же матрице надо находиться, чтобы нести такую дурь, когда правда просто на поверхности лежит, ну, объективно. Ну, и, конечно, закончить я еще хочу, наверное, тем, что не могу найти, правда, эти письма, но поверьте, в этом районе, в этой долине поставили много различных антенн, не только, видимо, сотовых, которые очень сильно снизили, в том числе, и этот фактор важный, снизили продолжительность жизни людей, в том числе, в данной долине, в данном районе. Ну, что ж, дорогие друзья, на этом, наверное, на сегодня все. Я надеюсь, это видео было вам тем или иным образом полезно, познавательно. Я думаю, что вы будете делиться этим видео по ссылочкам со своими знакомыми, близкими, в соцсетях. Кто еще не подписался, подпишитесь на мой канал в YouTube, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео интересные, ну, и смотрите их. Всего хорошего, до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok,